Привет, дорогие мои любимые! Сегодня я снимаю видео по запросу, точнее по вопросу. И этот вопрос был от молодого человека, который спрашивал меня. Я, к сожалению, потеряла это письмо, я его себе скопировала, отправила, как обычно. Но, тем не менее, как водится, у меня потеряла, искала по поисковику, ничего не смогла найти. Вопрос был следующим образом. Я люблю девушку, встречался с ней раньше, потом расстались, много лет прошло, узнал, что она замужем, но не могу справиться со своими чувствами, и что же мне делать, влезть в семью или вообще как дальше жить. В общем, я, насколько поняла, этот вопрос очень сильно волновал молодого человека. Я, конечно же, тоже забыла имя, это нормально для меня, поэтому простите меня. Я надеюсь, что вы смотрите сейчас это видео. И точно могу сказать, что у меня не может быть никаких советов по этому поводу. Почему не может быть советов? Потому что у каждого своя жизнь, у каждого своя голова, и каждая ситуация просто уникальная. Поэтому, если бы вы пришли ко мне на консультацию, я бы сегодня рассказывала вам, как вам поступить. Я бы собрала больше информации, поэтому, если есть желание, если вы посмотрите это видео, то вы можете в комментариях к этому видео или в личном сообщении дать больше подробностей. Мы сможем с вами пообщаться по этому поводу. Но вообще моё видение такое, что наша жизнь, она настолько короткая, она настолько, вот знаете, неуловимая. Сегодня человек родился, завтра он уже вырос, послезавтра он уже начинает стареть, и всё, жизнь проходит как один миг. Я разговаривала с очень пожилыми людьми, которые были уже за 80 лет и за 90 лет, и они говорили, что жизнь, она очень и очень короткая. Не успеешь ты буквально её почувствовать, как она заканчивается. Поэтому, если есть такая сильная любовь, если есть такая сильная привязанность, если есть такое сильное желание быть с этим человеком, то необходимо попробовать вернуть человека. Если не получится вернуть, сейчас у нас очень много возможностей общаться в социальных сетях, у нас есть возможности найти человека и, знаете, не преследовать его, да, не искать, где он живёт, какой у него телефон. А посредством лайков в социальных сетях, посредством захода на странички и отмечания, да, как-то нужно посмотреть, остались ли вы друзьями, приятны ли вы этой девушке, или сегодня она чётко блокирует вас из своей жизни. Если она блокирует, это, кстати, тоже не значит, что она ненавидит. Конечно, я надеюсь, вы ничего плохого не сделали для неё, да, в её жизни. Я надеюсь, что вы были хорошим молодым человеком и оставили только хороший след. А это может значить, что сегодня, несмотря на то, что вам кажется, что она живёт счастливой, полноценной семейной жизнью, она может быть несчастлива, одинока, и, может быть, она мечтает о таком мужчине, какой был у неё когда-то, то есть о вас. Понимаете, вы не можете знать о том, насколько она счастлива, пока вы не спросили её. И я точно знаю, что настоящие мужчины, они во все века боролись за женщину, и сейчас тоже время настоящих мужчин не ушло. Поэтому именно сейчас вы можете просто с большей простотой, с большей какой-то лёгкостью вернуть женщину, чем когда бы то ни было, потому что сегодня мы можем общаться ежедневно. Я уже снимала как-то видео, как можно сделать так, чтобы мужчина был с вами, как можно сделать, чтобы женщина была с вами, как понять, что из каких-то начинающихся отношений возникнет настоящая любовь. Я уже говорила о том, что можно быть друзьями, лучшими друзьями, можно помогать человеку, можно быть рядышком в разных жизненных ситуациях, и именно потом эти отношения дружеские перерастут в любовь. Можно также играть на том хорошем чувстве и ощущении, которое было раньше, напомнить человеку о том, как хорошо было вместе. Но опять же нужно быть очень предельно аккуратным и посмотреть, чтобы это не вызвало какой-то негативной реакции, чтобы это не вызвало отторжение, чтобы человек не начал вас возненавидеть, избегать из своей жизни, гнать и так далее. То есть в любом случае нужно попробовать, пока вы не попробуете, пока вы не выйдете на вашу любимую, пока вы не начнете с ней общаться, это просто сотрясание воздуха, типа люблю, хочу, не могу, да, и ничего не делаю, сижу на диване, страдаю. Я считаю, что вот такая вот позиция, она не хороша ни для женщины, ни для мужчины. Поэтому если любишь, нужно сделать всё, чтобы человек знал о том, что любишь, о том, что хочешь заботиться, хочешь опять войти в эту жизнь, да, и так далее. Очень аккуратным нужно быть и аккуратной, если есть семья и уже есть дети. То есть в любом случае нужно смотреть, чтобы дети не остались несчастными. Но с другой стороны, мои дорогие, вот я у себя одна в жизни, я знаю, что вы у себя тоже один или одна. И в любом случае мы должны думать о себе прежде всего. И поэтому не нужно делать какие-то догадки. Я думаю, что она счастлива, или я думаю, что он не будет со мной. Пока вы человека не спросили, и бывает действительно такое, и бывают такие ситуации, когда люди расстались, но тем не менее они не перестали любить друг друга. Что именно вы готовы предложить? Вы готовы предложить встречаться, или вы хотите забрать из семьи, и вот любить, окружить заботой, вниманием, пониманием. Всё это очень сильно важно. Что именно вы хотите от человека, и что вы готовы человеку предложить. В любом случае я желаю всем моим зрителям большого, простого, человеческого счастья. Будьте счастливы. Обязательно любите. Обязательно будьте любимы. И не страдайте от этой любви. Если вам нравится человек, придите, скажите, зайдите в социальные сети, начните с одного-двух лайков, и затем раскрывайтесь больше и больше. Дружите, приглашайте на какие-то интересные мероприятия. Будьте сами интересным человеком, за которым интересно следить в социальных сетях. И именно там мы тоже можем намекать своим каким-то любимым, своим обожаемым людям о том, что мы помним о них, что мы ценим их, что мы до сих пор думаем о них. И это тоже очень большой плюс настоящего времени. Жизнь очень короткая. Наша задача, конечно же, чтобы все вокруг были довольны, чтобы не разрушить никакие семьи, чтобы не сделать ничего плохого. Но самая большая наша задача – это быть счастливыми. Человек без любви счастлив быть, к сожалению, не может. Поэтому любите, будьте любимы. Задавайте вопросы, делитесь своими мнениями. До встречи на моем канале. Всех люблю, всем целую и всем пока!